всем привет сегодня я ремонтирую ноутбук принесли мне его в нерабочем состоянии соответственно как бы его включают а он не включается ставим на зарядку подключаем зарядная горит лампочка то что зарядка должна идти также кнопочку пуск нажимаю и он не включается я уже снял верхнюю крышку вот так вот она выглядит почему ноутбук фирмы hp такой супер тонкий все можете себе представить вот мой ноготь и вот ноутбук и соответственно здесь вот такая вот батарея о ней мы поговорим попозже но немножко расскажу как тут осуществляется зарядка ноутбука в общем есть тут два таких входа это как у мобильного телефона такой же разъем я заряжаю от такого разъема которую заряжает телефон свой если он сюда вставляется как зарядка и ноутбук заряжается здесь здесь два разъема скорее всего это для увеличения ускорения процесса зарядки подключения два зарядных устройства ну вот у меня обычная зарядка стоит для телефона и есть еще тут usb разъем вот он такой как не сказали он тоже используется для зарядки как блок питания для ноутбука но мы к сожалению такого под рукой нету шнура да в принципе не надо мне нужно его запустить в общем начал я с того что я подключил зарядное устройство вот так кстати он выглядит вот такой вот он не буду экран показывать нет смысла так начал с того что я подключил зарядное устройство какое-то время прошло тут загорелась лампочка индикация с этим мигать стало разными цветами не знаю почему наверное это какой какой-то сигнал о том что зарядка не идет в общем потом так вот здесь у меня аккумулятор я его снял от сюда соответственно здесь вот стоит разъемчик вот сюда подключается аккумулятор соответственно на этом разъемчике я меряю напряжение и напряжение заряда идет а точнее кстати еще одна фишка интересная тут же зарядное устройство от телефона выдает 5 вольт соответственно сюда приходит 5 вольт но на зарядку аккумулятора уже приходит 13 то есть получается тут стоит импульсный блок питания который увеличивает напряжение ну есть такие блоки питания которые не уменьшают напряжение допустим с 220 на 12 постоянку они увеличивают то есть с 5 вольт он делает 13 а точнее даже скорее всего больше ближе наверх 20 но так как тут есть такие специальные приблуды контроллеры они на понижает немножко напряжение и дают уже зарядку на аккумулятор вот померил я что зарядка идет соответственно мне нужно понять почему не работает ноутбук отключая зарядное устройство вытаскиваю штекер зарядка не идет на клеммах аккумулятора напряжение нет точнее вот на этой всей приблуде соответственно следующий мой этап это проверка банок тут находится три банки по 3 7 вольт внутри 7 вольта это как бы скажем среднее напряжение на самом деле банка работает от двух с половиной вольт это она когда она полностью разряжена до 4 и 2 вольта это на полностью заряжена соответственно три банки они включены последовательно и умножаем все это дело на 3 то есть заряженном состоянии получается 12 с копейками вольт вот так вот выглядит сама батарея марка ее sh03 xl написано что выдает она 11 и 55 сотых вольта 57 и 9 ватта и 5000 20 миллиампер часа ну кстати странно почему получается тут такая вот емкость когда одна банка выдает 474 тысячи семьсот девяносто пять миллиампер часа а здесь пять тысяч двадцать миллиампер часов так что если кто-то знает почему тут так написано скажите мне будет самому интересно 11 вольт достигается ли с тем что аккумуляторы подсоединены последовательно емкость все всей батареи миллиамперах часов равна в принципе одной батареи вот такие вот банки там внутри вот это уже банка вздувшаяся наверное вы уже поняли что как раз таки она неисправна так вот соответственно я решил проверить напряжение на банках соответственно здесь вот клемма одной банки 2 и 3 были здесь здесь я меряю 4 вольта здесь меряю 4 вольта а здесь меряю и здесь практически ноль ну там 0 5 вольтов выдавала но это ни о чем в общем если батарея меньше двух с половиной вольт показывает это касается литий-ионных то считайте что она умерла предел работы батареи от двух с половиной до 4 и 2 вольта если больше начал показывать но больше навряд ли ни разу не встречал скорее всего меня показывает меньше значит все батарея дохлая можете выкинуть я уже пробовал не раз их восстанавливать это бесполезно что я только не делал скорее всего просто нарушается герметичность самой батареи а так как литий очень летучий материал то скорее всего просто он испортился мягко выражаясь не будем вдаваться в химию а если он испорчен то какими не пытаясь этот способ им ее восстановить это все равно бесполезно так вот выявил причину неисправности ноутбука соответственно если она 0 показывает то тут получается всего 4 4 то 8 вольт соответственно ноутбуку столько не хватает напряжения и он вырубается а точнее просто тупо не включается если бы было напряжение около 12 хотя бы 10 с половиной 11 вольт он скорее всего включился и показал что аккумуляторы разряжены надо включить зарядное устройство так вот поискал я везде такие вот банки размеров и таких не нашел всякие разные есть такие же плоские вот конкретно таких я не нашел тут еще самое главное если вы меняете одну банку то они должны быть по мощности такие же как и остальные если мощность отличается емкость то нужно менять все банки а это соответственно в принципе стоимость всего этого аккумулятора ну тут принципе только стоимость аккумулятора зависит от стоимости этих банок плюс вот такой контроллер это за эти контроллер заряда он контролирует чтобы батарея не разрядилась меньше 200 с половиной вольт и чтобы она не перезарядилась то есть напряжение контролирует напряжение чтобы она не превысила 42 вольта при зарядке принципе вот вся суть контроллера так как нету таких вот банок батарей кстати он видите он даже вздувшись остальные все ровные плоские это значит что точно нарушена герметичность так вот раз нет таких вот банок придется покупать полностью все в сборе еще раз напомню что название с h03 xl нашел я их на алиэкспресс ссылку вам скину в описании если у вас такая же проблема можете посмотреть может пригодиться но для начала я перед тем как покупать новую батарею я решил все таки проверить работает ноутбук или нет потому что мне его принесли в таком состоянии и непонятно вообще он рабочий или нет может еще в чем-то причина может вообще стоит его выкинуть на помойку они покупать за 2000 новую батарею вот что я решил сделать соответственно эта банка у меня испорчена я ее выкидываю и вместо нее я принес вот такие вот батарейки литий-ионные я их решил соединить параллельно чтобы емкость примерно соответствовала этим здесь емкость почти 5 ампер часов это хоть эти хоть и написано что на них написано 6 ампер часов где тут написано то вот написано но это все обман максимум 1 ампер час с копейками может быть поэтому скорее всего я их соединю четыре штуки есть местных даже больше сейчас я проверю они у меня просто долго лежали но не должны быть рабочими соответственно я проверю их на напряжение если они 4 вольта сейчас выдают выберу я самые лучшие соединю их в четыре штуки я их уже кстати использовал раньше в другом устройстве там если интересно можете посмотреть в моих видео где их использовал ссылочку в общем скину в описании можете глянуть вот я их соединю параллельно и подключу на вот эти клеммы которые я отключил вот эту банку с помощью проводков я это сделаю и в принципе по идее у меня должна быть батарея в рабочем состоянии я ее воткну сюда обратно и попробую включить зарядное устройство если зарядка пойдет значит аккумуляторы исправны и можно попробовать включить ноутбук ну что поехали процесс пайки я не буду показывать затягивать видео сделаю небольшой монтаж итак я спаял из этих банок большую такую аккумуляторную батарею литий-ионную присоединился к этим контактам где была прежняя банка с помощью этого провода и сейчас я померяю напряжение полностью всей аккумуляторной батареи и напряжение почти 12 вольт отлично теперь я вставлю этот штекер обратно в ноутбук и попробуем его запустить и посмотрим получится у меня или нет если он запустится значит все исправно нужно покупать просто новую аккумуляторную батарею в сборе потому что по отдельности их нет и пользоваться дальше ноутбуком подсоединил я ремонтированную аккумуляторную батарею обратно в ноутбук пытаясь его зажечь кнопкой пуск но бесполезно он не работает подключил зарядку светодиод уже не моргает а просто горит проверил ток зарядки ток зарядки идет сейчас он еще дополнительно заряжает аккумуляторную батарею сейчас здесь 4 вольта он заряжает до 4 и 2 но в общем пока мне отремонтировать его не удалось значит проблема еще в чем-то еще но по крайней мере я сейчас восстановил таким временным способом аккумуляторную батарею и я могу уже дальше спокойно искать неисправность иначе мне пришлось бы если бы я так не сделался иначе мне пришлось бы покупать новую она стоит 2 с копейками если тут поломка очень серьезная то по факту я бы выкинул деньги на ветер ну допустим все очень серьезное тут полетело все и нецелесообразно его ремонтировать по факту я купил батарею за 2000 с лишним соответственно их бы по факту потерял так что вот такой вот способ можно временно восстановить можно даже в принципе можно было одну батарейку туда поставить ничего страшного для запуска этого хватило но я думал что все-таки это поможет смотрите в следующих видео я буду продолжать его ремонтировать а на сегодня все пока 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 Продолжение следует...